Нет у меня гриля. Нету казана. Там понятно, а здесь другая хрень. Что делаешь? Он говорит, чахокбили делаю. Приветствую, друзья, рад приветствовать всех на канале Амухачинара. Сегодня у нас рецепт от Дэна. От меня? Ну да, твой рецепт. Ты же говоришь, мой фирменный рецепт. Сегодня Дэн будет готовить. Я буду ему помогать в подмастерьях, но вкратце вам расскажу. Или ты сам все расскажешь, озвучишь. Нет, ты рассказывай, ты очень быстро разговариваешь. У нас сегодня чахокбили из курицы. Старинное грузинское блюдо. Грузины, попрошу вас сразу, не пишите, не гнобите нас. Это вот то, как видит этот Дэн. Как видит этот Дэн. Не гнобите нас, гнобите меня. Гнобите Дэна. Все пишите в комментарии, если что, что это Дэн. Но я сегодня буду пробовать в качестве дегустатора я. Я никогда ни разу не пробовал. Возможно, где-то в ресторане грузинском как-то что-то приходилось. Лобио какой-нибудь, Чахокбили, наверное, тоже пробовал. Рецепт максимально простой. Ингредиенты найдете в любом магазине. Куриные ножки, помидоры, лук и кинзочка. Кинза с петрушкой. Окей. Еще немножко чесночка, немножко лимона. Но, по сути, ингредиенты в любом магазине продаются. И приправка вот такая, хмели-сунели, тоже везде есть. Погнали готовить? Да. Ты режешь лук? Ну, как всегда. Я режу помидоры. Все по-честному. Так, ну и что, Дэн, как часто ты готовишь это блюдо? Последнее время очень редко. Я бы готовил чаще, бля. Но есть несколько причин, которые не способствуют этому. Ну, какая причина? Ну, первая причина, что нет у меня гриля одного. Блин. Который был. Ну, не начинай, ладно. А в втором, что тебе мешает готовить? Ну, примерно такая же ситуация. Какая ситуация? Нету казана. А где казан твой? У тебя. Он живет в академии? Чтоб прогревался. И маска цена. Давай, я так и сделаю. Я много раз раскладывал уголь для казанов. Самая оптимальная раскладка, это когда уголь у тебя по кругу. Там немножечко в центре есть. Крышечку закрываем, паду снизу вверху открыт. Жар у нас максимальный, там полный старт рубля. Все, даем ему хорошенечко прогреться и будем сейчас жарить там лук, который Денчик любезно режет. Помидорную кислоту будем гасить, Дэш? А мы по вкусу посмотрим, когда будет он тушится. По вкусу ты не отличишь, ты потом поймешь это по изжоге по своей. Нет, мы же добавим ванильчики. Так, зелень режем? Зелень, она в конце уже, потом минут два десять до приготовления. Так а что-то давай? Давай порежу. Чеснок режем? Чеснок зубчиками прям целиком. Зубчиками? Толка хватит? Ну, еще было штучки три. Еще штучки три. Господа, подготовительный процесс весь провели. Пойдем жарить. Сразу пошла вот эта ароматика, которую ни с чем не перепутаешь, да? Когда жаришь лук, на костре в казане. Лук убираем. Казана не мыли что ли? Выставляй вам казан. Это вообще мой казан. Твой казан вон лежит. А, нифига. Да. А почему мой казан? Он ржавый давно. Охренеть, вот так блять. Оставляй казан. Теперь до золотистой корочки обжариваем, а потом добавляем все остальное. Посолить, поперчить? Давай посолить, поперчить. Развращаем лук. Добавляем помидоры. Специи. Хмели-сунели? Да. Давай. Здесь пакетик. Давай. Жидкости нужна. Мы сейчас посмотрим, сколько жидкости дадут помидоры, а потом добавим воды, чтобы вода закрыла куриные миски. Крышка. Я вот не знаю, как крышка. Нужна, нужна. Ну ты же, крышка в казане это делаешь? Я в казане делаю, но это двойная крышка. Двойная крышка, и я так понимаю, что гриль надо в спящий режим перевести. Наполовину закрываем нижний подух, и наполовину закрываем верхний подух, чтобы вот здесь все томилось. Ну, чтобы не жар был, да, сильный? Правильно? Сейчас мы тут все. Ждем, когда добавлять воду, правильно? Сейчас посмотрим. Добавляем воды в уровень, чтобы она примерно закрыла курицу, чтобы курица была. То есть не выше, чтобы она не плавала, а где-то прям по уровню. Лимончика добавляем. Так как у нас все блюда, в основном это курица, поэтому лимон тоже не могла, чтобы вкус был. Так, давай, чтобы не нарушать конституцию, хватит. Лепота. А теперь закрываем. По ощущениям прошло довольно много времени. Да. Сколько? Минус 45. Ну, му-у-у. Вот, смотри, воды там достаточное количество. Давай добавим зелени. Слушай, а к этому блюду нужен какой-то гарнир для ног? К этому блюду нужен какой-то алкоголь. Алкоголь мы найдем. Гарнир не нужен, не нужен. Потому что сама вот эта тема. Все, закрываю. Господа, поскольку это у нас нестандартная печь под казан, да? Нестандартная казан. Казан у нас стандартный. Нестандартный. Нафиг. Печь у нас нестандартная, потому что обычно ты вставляешь эту печь, и ты можешь как регулировать температуру? Ты полежку туда засунул, полежку высунул, правильно? Да. В гриле все то же самое, Данчик. Ты поддувчик нижних закрыл, прикрыл его, верхний прикрыл, он начал задыхаться, температура упала. Сейчас вот смотри, открыли крышку, из-за того, что дало много температуры, сразу, смотри, кипеть начало сильнее. Поэтому мы крышкой казан не закрываем, мы закрываем гриль. Это, смотря что мы хотим. Сейчас мы хотим, чтобы вода подвыкипела чуть-чуть, чтобы это больше стало густым, как соус. Поэтому мы крышкой сейчас закроем, только от гриля. Крышку от казана больше мы не ставим. Погнали. Ну что, по густости нормально? Надо померить. Надо померить. Ну и посмотри. Давай попробуем на вкус. Давай попробуем на вкус. У тебя, кстати, видно по ложке, что ты не первый раз. По густости я люблю пробовать. Мне кажется, остреньки надо добавить. Короче, мы уже пробовали, поэтому нам не хватает остроты. Никакого особого перчика нету. Возьмем немножко чили. К хлопью. Ну и добавим сюда, правильно? Совсем чуть-чуть. И перемешать. Детям теперь это есть нельзя. Вот самое оно. Самое оно. Сейчас, подожди, чуть-чуть еще постоит. И можно будет вытаскивать. Чтобы водицы поменьше стало, да, я так понимаю? Потому что это не водица получается, это получается как соус. Блин, но запах и вкус этого бульона очень вкусный. Очень вкусный. Все, оставляем минуточек на 5, на 7 и заканчиваем. Все равно жидковато. Ну, но нам главное курицу. Ну, прям так. Я с глубины. С глубины. С глубинки. Ну, надо попробовать сначала курицу, я так понимаю. Вообще только курицу и надо. А что ты мне ложки-то не дам? А все остальное для чего? А все остальное как антураж. Ну, ты обычно это ешь с чем? С рисом, с картошкой, с макаронами? Я обычно беру только курицу. И вот так вот с соусом ее. А, то есть все, что теперь рядом с курицей, соусом считает? Блин, как будто в грузинском ресторане, честное слово. Зелень с луком и с курицей. Ой, чили мы вообще с тобой нормально добавили. Ну, вовремя. Вовремя и в самом конце вот прям хорошо добавили. Не убавить, не убавить. Чуть-чуть припекать начинает. Слушай, ну бомба. Нам по 50 капель. А есть? Тут есть все. Как в Польше. У кого больше, то ты панк, понимаешь? Не знаю. Как в Польше. Так, братцы. Все ингредиенты будут в описании к этому видео. Очень вкусная штука. Спасибо, Дэн, за то, что поделился всем чудным рецептом. Потому что я все время как к ним позвоню, а что делаешь? Он говорит, чахабель я делаю. Ну все. Будем теперь знать, как ты его делаешь. Очень вкусная штука. Спасибо тебе, родной. Подписывайтесь на мой канал во всех соцсетях, кое-как сейчас великое множество. Везде мы присутствуем. И до новых встреч, друзья мои. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok